сегодня я хочу короткое видео выпустить о том как нужно приучать аутисток можно приучить аутиста к туалету исходя из особенностей детей с аутизмом там конечно спектр там может быть разное 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 но нужно понимать все вот эти рекомендации которые я видел в интернете они не работают почему не работает потому что они рассчитаны на детей нормальных на нормальных людей нормальных детей что-то работает просто некоторые вещи на аутистов не работают у аутистов нет эмпатии они не находятся в симбиозе с родителями и поэтому ваши эмоции такие как недовольство или например радость вот он сходил вы показываете ребенку нормальному ребенку что вы довольны да он будет это положительное подкрепление либо негативное подкрепление вы там ругаетесь вы расстроены для аутиста вы не существуете вы как личность не существуете вы для него как стиральная машина даже можно сказать так что для аутиста вы он живет своей реальности он живет в фантазии и все что заходится за рамки фантазии для него не существует вот например если вы завтра умрете мать его завтра умрет ему будет все равно то есть если придет такая такой же опекун с такими же которые выполняют всякими же функции потому что в для на для аутиста также как и частично для нарциссов люди это не люди эта функция вы как стиральная машина мама для него как стиральная машина если вы завтра сломаетесь и на ваше место привезут новую стиральную машинку им который будет выполнять те же функции что он ваше исчезновение не заметят вы даже вас мозгу не держит у него своя фантазия свой мир и вы для него не существуете поэтому все ваши разговоры о том что маме нужно убирать на маме проблемы для него пустое сотрясание воздуха аутисты люди дети с аутизма они включают мозги только тогда когда когда вы создаете проблемы для них когда проблема существует для вас ему все равно потому что у него нет вот этой эмоциональной симбиотической связи с родителем вы для него не живой объект и у вас нет эмоций у вас нету чувств у вас нету проблем ваши проблемы ему все равно и поэтому ему но очень неправильно воспринимать людей с аутизмом как они все таки интеллектуально развиты то есть они много чего понимают они умеют дважды два сложить и не надо к ним относиться как каким-то инвалидам которые полные дебилы которые них не могут ничего делать они могут включить соображалку только тогда когда это касается их и нужно исходить из этого я могу рассказать что как я приучила ребенка одной моей знакомой к горшку ей было пять лет у нее аутизм она в принципе интеллектуально хорошо развита хорошо соображает но она живет фантазии и так как у нее нет эмпатии нет связи и просто все равно что происходит в ее семье и так далее и вот она пять лет она ходит в памперсы и ну иногда ходит в туалет и вот мама ведет с ней душеспасительные беседы о том что нехорошо ходить в памперсы нужно ходить в туалет что она большая ребенку с аутизмом это все равно также как и частично ребенку с нарциссизмом или взрослому с нарциссизмом до тех пор пока не создай вы не создадите проблема для него как я предложила решить этот вопрос вообще принципе принципе памперсы очень плохо для аутистов должны быть памперсы которые вот знаете советские такие памперсы когда одеваются такие трусики специально непромокаемые под них матерчатая прокладка которая промокает и создает ему дискомфорт но мы решили у нас не было советской прокладки под рукой поэтому мы она просто начала одевать трусики хлопчатобумажные под памперс и это создал начала создавать вот это девочки аутисту дискомфорт она ходит она чувствует что ей мокренько она но она не понимает что и какие-то претензии не может предъявить но она чувствует что ей некомфортно я вам говорю через неделю она включила соображалку эта девочка аутист и начала ходить в туалет самостоятельно вообще почему вот эти вот мокрые трусики да вот эти вот советские прокладки когда вот мокрая тряпка и ребенок чувствует во первых это создается рефлекс если вы будете пользоваться вот этими даже с нормальным ребенком он где-то в уже восемь девять месяцев будет проситься на горшок если вы не будете вот этими памперсами которые впитывают хорошо и но не промокаемые и в них комфортно ходить у ребенка не вырабатывается вот этот рефлекс что он сходил и ему мокро то есть вот это вот связь не вырабатывается и поэтому он не может удержать особенно это касается вас во сне то поэтому нужно лучше помучиться да вот с этими тряпочными памперсами или хотя бы тряпочной такой прокладкой под памперс да чтобы ребенок что-то ощущал вот он сходил и сразу мокро да то есть должна быть вот эта связь и на уровне рефлекса это вырабатывается я не скажу что он это сработает нас на совсем всех аутиста все-таки это спектра некоторые вообще у них они у аутистов есть потеря некоторых чувств но они очень чувствительные к раздражителям вот к этим внешним да к звуку так далее и к мокрым трусикам у них очень серьезные претензии им очень это не нравится поэтому нужно исходить из того что аутистов нет эмпатии но об этом так как у них нету теория разума у них у людей у которых вообще нет теории разума не владеют теориями разума нет эмпатии вы для него не представляете ценность вы для него стиральная машинка также как для некоторых на нарциссистов не имеете ценности поэтому поведение аутиста можно корректировать в некоторой степени там не до конца но не надо думать что они тотальные инвалиды и некоторые аутисты не некоторые аутисты становятся еще хуже аутистами если вы создаете для его аутизма тепличные условия нельзя создавать для аутиста тепличные условия также как для ребенка нарциссы нарциссичную фазе нельзя создавать тепличные условия нарцисс может вырасти почему дети становятся нарциссами потому что либо мать создавала слишком комфортные тепличные условия то есть она его не фрустрировала потому что задача матери хорошей матери если мать хорошая она должна дать ребенку и любовь и фрустрацию либо она не давала любви либо не фрустрировала и вы в двух случаях развивается нарциссизм ребенок остается нарциссом то же самое с аутизма вы должны с одной стороны давать любовь и другой отдавать ему фрустрацию что жить в принципах аутизма он же живет в фантазии если вы будете создавать ему тип личные условия он будет продолжать жить в этой фантазии и если вы не будете ему создавать ему тип личные условия он скажет ну хорошо я живу фантазии там у меня все прекрасно все приятно я там делаю все что я хочу я и мне мир создает тепличные условия я буду и так дальше жить я так и не буду с вами разговаривать зачем мне с вами разговаривать если для меня вы не имеете значения есть значение только моя фантазия детская вот это виртуальный мир то есть если вы не будете его фрустрировать он будет продолжать жить в этой вариться в этом своем либо нарциссическом либо аутичном фантазии мире фантазий вот поэтому очень хорошо вот я сейчас есть не разговаривать это событие было год назад я с ней разговаривала с матерью вот этой девочки аутиста она горит она до сих пор вот как вот мы вот так ее сделали такую операцию она до сих пор это помнит видимо у нее вышла на уровне рефлекса и она теперь ходит исключительно в туалет они в штаны как раньше так что вот это рабочий механизм но для нормальных детей конечно вот эти уговоры это для нормальных детей уговоры работают что ребенок смотрит мама расстроена или мама злая они на это реагируют до аутисты и дети склонны к расцизму нет